Здравствуйте, дамы и господа! Вашему вниманию предлагается наш ежедневный обзор к открытию европейской торговой сессии. Итак, давайте посмотрим, что у нас к настоящему моменту происходило на азиатских торгах. Азия сегодня вышла в положительную зону. И, собственно, основным драйвером для столь радужных настроений явилась, конечно же, приостановка роста японской иены. В первую очередь, конечно же, против единой европейской валюты. Но во вторую очередь, против американского доллара. Хотя, конечно, эти действия японских властей вызвали ропот среди других экономически развитых стран мира. Но, собственно, бог с ними, с этими претензиями европейских стран и Америки. Давайте посмотрим, как, собственно, у нас закрылась сегодня Азия. Итак, индекс азиатско-техокеанского региона MSCI вырос чуть больше, чем на 1%. На момент закрытия рынка индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 вырос на 1,23%. Topix подрос на 0,87%. Индекс Гонконга вырос на 0,92%. А шанхайский сводный индекс Shanghai Composite остался практически в нейтральной зоне. Прибавил всего лишь 0,01%. Что касается сингапурского индекса, то он подрос на 0,36%. Мы видим, что азиатские торги проходили в целом спокойно и в положительной зеленой зоне. Ну, давайте теперь мы посмотрим, что у нас происходит на рынке сырья. В частности, после вчерашней коррекции фьючерсы на нефть в азиатскую сессию и в начале европейской сессии растут. Итак, к настоящему моменту североморская нефть марки Brent подрастает на 0,65%. Котировка находится практически на уровне 79 долларов за баррель. Западно-техасская нефть WTI растет на 0,61%. И прибавляет она к настоящему моменту 75,03 доллара за баррель. Мы видим, что в принципе нефть сегодня себя чувствует неплохо. И вполне вероятно может закрыть неделю каким-то хотя бы небольшим ростом против того падения, которое было вызвано в первую очередь, конечно же, восстановлением канадско-американского трубопровода, нефтепровода. Итак, к настоящему моменту на товарном рынке отмечается в целом положительная динамика. Мы видим, что контракты на медь растут. Растут весьма неплохо на 1,27%. Также прибавляет золото 0,75%. В моменте котировка находится на уровне 1,283 доллара за унцию. Что касается роста золота, то бытует такое мнение на рынке, что все-таки инвесторы достаточно серьезно обеспокоены ситуацией на валютных рынках, нестабильности, которые присутствуют на этих рынках. И это, собственно, вызывает такой некий, очевидно, наверное, инвестиционный или, может быть, хеджерский спрос данного актива. Несмотря на то, что золото очень серьезно перекуплено, оно растет. И многие эксперты ожидают рост золота до уровня 1,300 долларов за унцию. Ну, а к моменту открытия европейской торговой сессии у нас такая вот диспозиция. Ну, в принципе, несколько минут назад, даже, можно сказать, уже полчаса назад, Европа у нас открылась. Открылась она, как и предполагалось, в плюсе. Также весьма неплохо растут европейские фондовые индексы. И весьма благоприятное настроение к настоящему моменту присутствует на фондовых площадках. Итак, индекс Dow Jones Stocks 50 растет на 0,9%. Эталонный индекс европейских акций Dow Jones Stocks 600 растет на 0,8%. FTSE 100 прибавляет 0,85%. Немецкий DAX 30,86%. А французский CAC 40 растет на 1,14%. Что касается календаря событий на сегодняшний день, то можно отметить такие события, которые у нас сегодня будут. Итак, ну, наиболее важными, конечно, это будут данные Соединенных Штатов. В первую очередь, я хочу выделить данные, которые выйдут в 16.30 по московскому времени. Это основной индекс потребительских цен. Ожидается, что цены в Соединенных Штатах, потребительские цены останутся на неизменном уровне по сравнению с предыдущим периодом и составит рост 0,1%. И также в 16.30 выйдет индекс потребительских цен. Будет сравнение месяц к месяцу. По сравнению с основным индексом потребительских цен, индекс просто потребительских цен, также покажет нам рост, но рост, к сожалению, окажется несколько ниже того роста, который был в предыдущем месяце. В предыдущем месяце рост показал 0,3%. В этом месяце прогнозируется рост всего лишь в 0,2%. И также еще немаловажным будет, а может быть даже наиболее важным событием, это выход в 17.55 по Москве, выход индекса настроения Мичиганского университета. Ожидается, что данный показатель составит 70 пунктов. По сравнению с предыдущим периодом, это будет хоть и небольшой, но все-таки рост. Но как будут развиваться события, мы с вами увидим. А с вами был старший трейдер и аналитик компании Grand Capital Сергей Костенко. Удачи вам и до новых встреч!